абьюз газлайтинг сейчас постоянно встречаю в интернете эти термины и какие-то квази психологи постоянно обучают других людей как находить это своих партнерах а ведь всегда находите в других проще то что есть у нас самих потому что чужие недостатки нам намного виднее тогда когда мы обладаем ими сами но чем мы больше присматриваемся к этими достатками в других людях тем мы меньше видим их у себя не зря есть такая поговорка в чужом глазу бревна не видно да вернее в своем глазу бревна не видно в чужом соринка видно на самом деле заканчивается это все довольно плохо потому что эти психологи квази психологи учат как противостоять этим всем вещам то есть обучают как избегать газлайтинга и в итоге как разрывать отношения и беречь крыть себя итоге они точно не способствуют сам тому чтобы отношения сохранялись а ведь учить надо совершенно другому как я считаю да конечно бывают такие вещи когда человек выпадает какую-то зависимость но на самом деле встречается это намного реже чем а просто какие-то несостыковки в отношениях когда люди просто друг друга не понимают гораздо реже но освоив вот эту новую терминологию они во всем видят абьюз газлайтинг то что имел пытаются манипулировать и все такое прочее на самом деле обучать надо поиску компромисса иначе газлайтингом и можно назвать абсолютно все когда человек вам говорит о том что по его мнению но он не видит то что не соответствует действительности это его мнение может быть он даже прав но так как это не совпадает с наш точкой зрения то значит он нами пытается манипулировать абьюзом же называется любой любая манипуляция в принципе вообще любая человек может обидеться почему может обидеться совершенно добросовестно то есть есть на самом деле на что но зачем нам искать проблемы в себе когда мы знаем такое хорошее слово как абьюз просто абьюзер все бьет себя плохо пытается с помощью создания у нас чувство вины манипулировать зачастую это вовсе не так здесь конечно надо подходить к вопросу с точки зрения категорического императива как то есть надо попытаться поставить себя на место другого человека и посмотреть на себя со стороны не на него посмотреть а на себя на то как мы это воспринимаем и очень часто может оказаться что если бы мы вели себя таким образом мы как мы себя ведем то другой человек на чем место мы пытаемся поставить вел бы себя точно таким же образом как он себя ведет мы вы делали ему замечание внимание вы можете выбрать режим пары какие-то к нему предъявляли требования где абьюза вовсе не является это как раз и является желанием найти какие-то компромиссы найти какие-то способы решить проблему для того чтобы ее решить надо же для начала эту проблему обозначить так вот часто обозначение проблемы уже воспринимается как абьюзинг это неправильно поэтому я думаю что поменьше надо самки смотреть всяких психологин как правило не этими вопросами занимаются и больше смотреть на себя и ставить себя на место другого человека потому что просто какой-то зашквар я конечно понимаю что социальные сети часто предлагают те ролики на те темы которые мы посмотрели только что там пару-тройку раз и эта тема заинтересовала нас я просто удивлен какое количество вот таких вот квази психологических есть аккаунтов сайтов где учат 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 о том как предотвратить манипулирование собой учат о том учат тому как надо себя правильно ставить в итоге точно не учат разрешению конфликта а лучше только его усугублять не ища причины в себе вообще еще причины всем своим неудачам в отношениях в том числе в других людях всех козлы вот все абьюзер кругом все пытаются манипулировать да на самом деле так и есть мы все пытаемся от манипулировать друг другу в той или иной степени ну а как иначе все наши отношения это какие-то манипуляции с помощью материальных сам средств с помощью выражения наших эмоций мы же принять это груминг определенной социальной то есть мы делаем что-то хорошее другому человеку в надежде что он будет поступать по отношению к нам точно так же если нам кажется что он поступает по отношению к нам как-то не очень хорошо мы хотим с этой проблемой разобраться и выражаем свое недовольство где здесь абьюзинг не надо его искать надо учиться дифференцировать всегда сначала надо компромисс искать вот если человек компромисс искать не хочет вот тогда другое дело а сразу губы дуть называть абьюзером и разрывать отношения это глупо всем пока